Несколько флаконов с гелем для душа молодой житель областного центра попытался добыть методом кражи. Зашел в магазин самообслуживания и взял с прилавка три упаковки моющего средства. Сотрудники полиции привлекают к ответственности гражданина, подозреваемого в совершении грабежа из магазина самообслуживания на территории областного центра. Молодой человек вошел в торговую точку и спрятал две упаковки геля для душа за пояс штанов. На этом начальном этапе план хищения средства для принятия ванн был провален. Сотрудники магазина заметили действия вора и при попытке покинуть торговую точку мелкого хищника пытались задержать. Но он решил просто так не сдаваться и с места преступления скрылся. Затем он попытался покинуть помещение магазина, минуя при этом кассовую зону и не предъявляя товар к оплате. Однако сотрудники магазина заметили, как подозреваемый совершал манипуляции и попытались его остановить. Но молодой человек скрылся. Тогда работники торговой точки сообщили о случившемся в полицию. Похищенные флаконы с гелем для ванны парень спрятал в штаны. Уже после задержания украденный товар он добровольно отдал сотрудникам полиции. Нашли фигуранты-оперативники уголовного розыска. Камеры внутреннего наблюдения зафиксировали воришку, личность которого сыщикам была хорошо известна. Ранее задержанный уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. Так, он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи и один раз за грабеж. Кроме того, он состоит на учете как лицо, зависимое от употребления наркотических средств. В настоящее время расследование завершено. Дело передано прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Зашел пятерочку, подошел к стеллажу, взял три шампуня, начал обходить стеллаж. Меня остановили, я вынул один пузырек, а два пузырька у меня упало в ноги. Я вынул один пузырек, показал, что у меня ничего нету, и меня отпустили. Я вышел, и все. А куда прятали? В штаны. В карманы? Нет, в штаны. Просто в штаны, да? Да. За многочисленные кражи из магазинов 20-летний молодой человек привлекался уже много раз. Он нигде не работает и промышляет исключительно этим видом криминала. Почему не работаете? Буду работать, не знаю. Почему вас это веселит? Не знаю. А до этого привлекались к уголовной ответственности? Да. За что, когда? С 158-й через вторую, 158-я через первую, через тридцатку. Я судим много раз. А сколько вам лет? 20. А к уголовной ответственности? Привлекался. Привлекались, да. А с какого возраста начали вести преступные дети? С 14-15. А причина? Сирота. 20. А образование у вас есть? Нет. 18-20. Наркотики, отсутствие родительской заботы, незаконченное среднее образование. Факторы, не оставляющие надежды на то, что жизнь этого совсем еще молодого человека когда-нибудь изменится. А почему у вас такое хорошее настроение? Не знаю. Но вы зашли. Или у вас вы всегда такой? Угу. Позитивный. Почти, да. А пробовали устроиться на работу вообще? Работали? Да, не получается. Проще воровать? Нет. Ну, вот вы, вас неоднократно задерживали. Планируете исправляться? Буду. Исправлюсь, больше не буду, крайне.